Добрый вечер! Мы продолжаем обсуждение греческого языка. Пришло время поговорить об очередном домашнем задании, которое на этот раз подосвещено аддиктивным причастием в греческом языке, то есть тем причастием, которые в предложении играют такие же функции, которые обычно играют прилагательные. Как всегда напоминаю, что это видео вы можете смотреть только после того, как самостоятельно выполнили домашнее задание, и теперь с одной стороны хотели бы проверить сами себя, а с другой стороны иметь еще одну возможность поразмышлять об использовании греческого языка. Итак, приступим. Первое предложение. В данном случае у нас предложение причастия. Это айрон от глагола айрэон, причастие настоящего времени. Видите, характерно низшее совершенно окончание он, во-первых. И во-вторых, у нас причастие эхомэнон. Эхомай глагол не встречается в форме действительного залога, и причастие тоже у него в форме среднестрадательного залога. Видите, типичный хирши суффикс мэн, хомэнон, тоже причастие настоящего времени. Если это причастие айрон именительного падежа единственного числа, то это причастие ввинительного падежа единственного числа, согласующийся со словом тон-эсу. Перевести можно следующим образом. Он видит Иисуса. Теперь Иисуса которого, идущего к нему, и говорит, «Вот агнец Бога, или Божий, берущий грех мир». Здесь пару уточнений нужно. Если вы читали сноску рабочей тетради, то там обращается ваше внимание на то, что тон-эсун имеет артикль, а хомэнон, причастие, не имеет артикля. И так как для случая прилагательного это была бы конструкция предикативная, то есть выражающая некое утверждение, то вам рекомендуют попробовать перевести следующим образом. Он видит, что Иисус идет к нему, ну то есть чтобы было какое-то утверждение об Иисусе, ну и потом и говорит. На самом деле, очень часто причастие, когда даже служат определениями к существительным с артиклем, они не имеют артикля. То есть в норме, конечно, артикль мы бы ожидали здесь, и это была бы стандартная конструкция, артикль существительный, артикль определения, но зачастую причастие, даже служащее определением, вот в такой конструкции при себе артикля не имеет. Ну и с другой стороны, разница-то на самом деле смысловая невелика. Он видит, что Иисус идет к нему, он видит и Иисуса, идущего к нему. И на русский язык, вот в таких конструкциях, перевод причастия к причастиям получается вполне нормальный. А вот если бы у нас причастие согласовывалось с подлежащим предложением, и при этом не имело артикль, тогда бы было точно такое обстоятельственное значение, тогда бы мы переводили депричастием, но во всех остальных случаях, даже вот в таких конструкциях, где, вот видите, артикля нет, перевод причастия зачастую вполне неплохо срабатывает. Поэтому, несмотря на сноску вот эту, пробуйте для начала переводить причастием, и потом уже какие-то остальные варианты. Итак, он видит Иисуса, идущего к нему, и говорит, вот, Агнец Божий, берущий грех мира. Ну, второе причастие, вот у нас с артиклем, здесь вообще никаких проблем не возникает. Хо Амнос, хо Айрон. Да, вот между причастием тем и существительным, которое оно определяет, еще появилось и другое слово, тут и у, ну, и поэтому вот наличие этого артикля помогает нам увидеть связь и понять, что этот Айрон относится к Агнцу. Более того, если бы здесь не было артикля, то мы бы Айрон истолковали как обстоятельственное причастие, и тогда было бы у нас, там он видит Иисуса, идущего к нему, и говорит, вот, Агнец Божий, как беря грех мира, и, ну, наверное, вот, Иоанн Креститель, это говорит об Иисусе, как бы к Иоанну Креститель бы все это относилось, что, конечно, в данном случае смысла не имеет. Но здесь даже без наличия артикля перед причастием мы вполне понимаем, какое слово оно определяет. А так что он видит Иисуса, идущего к нему, и говорит, вот, Агнец Божий, берущий грех мир. Второе предложение. Катеманос, это причастие от КТОМАЙ, глагола, сидеть, опять же, глагол не встречается в форме действительного залога, видите, причастие тоже среднестрадательная форма, суффиксом МЕН, стандартнейшая конструкция, здесь вот как в прошлом случае у нас вообще никаких проблем не возникает, артикль существительная, артикль определения. Народ какой? Сидящий. Во тьме свет увидел великий. Эйден, это аорист от глагола харао, глагол с несколькими корнями, поэтому вот вам так и нужно заучивать харао, об само и будущее время, эйдон аорист. Настоящий аорист, не причастие. Третье предложение. КАЙХО ТЕРОНМЕ, ТЕРЭЙТОН ПЕМСАНТАМЕ. Во-первых, у нас причастие ТЕРОНМЕ, от глагола ТОРЭО, вот видите, из-за слияния здесь обличенное ударение, во-вторых, у нас причастие ПЕМСАНТА, в данном случае у нас причастие винительного падежа единственного числа, ну и еще артикль помогает форму, увидеть это третье склонение, потому что здесь окончание А, ну и хорошо видна форма ПЕММ, ПЕМПО, словарная форма ПЕ, и СА, образующее время, не дали ПСА, поэтому ПЕМПСА, суффер ЭКСНТ, причастный, и окончание А, винительного падежа единственного числа. Так как это причастие, то несмотря на то, что это ОРИСТ, здесь никакого приращения нет. В целом, у нас получается И, видящий меня, видит, пославшего меня. И то, и другое причастие, но субстантивированное. То есть, и это причастие выступает вместо существительного, здесь не сказано, там, человек, видящий меня, просто видящий, оно играет роль, вот, подлежащего данного предложения, то есть, причастие, видящий, субстантивировано, и вот, вот, играет фактически, такой вот, роль субстантива, заменяет собой существительное. И, опять же, видящий, подлежащие меня, видит, видящий, что я подсказуемое, видит, и дополнение, видит кого, что, пославшего меня. Опять же, у слова пославшего нет никакого другого слова, от которого бы это причастие зависело, оно субстантивируется, то есть, тоже заменяет собой существительное. Вообще, субстантивированные причастия очень распространены в греческом языке. Четвертое предложение. Хо пистеусас, кай баптистейс, сотесетай. Пистеусас. Оресное причастие от глагола пистеу. Ну, нет никакого превращения, так как причастие, пистеу, основа, са, образующая времени, и сигма, потому что в именительном подвиженственном числе это сигма съедает суффикс интер. Ну, и вот это вот сас, очень характерно для причастия Оресных, его хорошо бы запомнить. Так что, вот у нас причастие с артиклем, это, кстати, тоже субстантивированное причастие, никакое слово оно не определяет, оно само место существительного стоит, уверовавши, а второе причастие у нас здесь, баптистейс. Видите, суффикс т, очень характерный для аориса страдательного залога. Опять-таки, нет никакого превращения, баптист, основа, ну, баптид, у этого глагола, основа, но зубная дельта перед передыхательной т превращается в сигму, очень типичное изменение для данного глагола, ну, и вообще, для данного звукосочетания, ну, так, как овен длинный, поэтому его хорошо узнать можно. И теперь, что у нас получается, страдательное причастие, какой крещеный. Сотесетай, это не причастие, это будущее время от глагола соцзо, ну, от основы осталось только со, тез, образующее время, будущего времени страдательного залога, и тай, первичное среднее окончание. Ну, и собирая все вместе, увервавший и крещенный будет спасен. В синодальном переводе, кто будет веровать и креститься, спасен будет, они причастие заменили таким вот оборотом, предаточным предложением, ну, для благозвучия, действительно, синодальный перевод здесь более благозвучен, но, с другой стороны, вот, как первый шаг в нашей работе, переведя причастие причастием, смысл мы вполне поняли, уверовавший и крещенный будет спасен. Пятое предложение. перепатонде паратен таласантес галилаяс, эйдендо, адельфос, симона, кай легуменон петрон, кай андреан, тон, адельфон ауто, балунтас, амфиблэстрон, эйстон таласан. целых причастий, первое, перепотон, от глагола перепотел, видите, вот характернейшее окончание, он для именительного падежа единственного числа, без артикля, именительный падеж единственное число согласуется с подлежащим, поэтому мы встретили обстоятельственное причастие, то есть, то употребление причастия, которое мы обсуждали на предыдущих двух уроках. Перепотел, проходя же у моря Галилейского, Эйден, он увидел, а у Аристота Рау двух братьев, Симона, Тон, Легумен. Легуменон это причастие от глагола Лего среднестрадательного залога, в данном случае по контексту явно страдательного, видите, суффикс МЕН указывает на вот эту среднестрадательную форму, и это причастие является определением к слову Симона. Симона, это слово третье склонение, это винительный падеж, Тон, артикельный винительного падежа, Легуменон, тоже, видите, форма винительного падежа, да, вот все по форме согласуется, ну и здесь артикль, конечно, хорошо помогает увидеть, что сейчас будет определение к слову Симона. Симона какого страдательного залог причастия называемого Петром и Андрея брата его Балонтас от глагола Балло причастие в настоящее время и, видите, основа Балло с двумя лямбами, как в настоящем времени, суффикс НТ хорошо видный и АС окончание винительного падежа про множественного числа. К чему относится это причастие? Ну, это причастие относится к Симону и Андрею вот братьям. Увидел двух братьев, каких? Забрасывающих сеть в море. Видите, Аделфус множественное число винительный падеж. Балонтас множественное число винительный падеж. Хотя вот слова достаточно далеко друг от друга стоят, тем не менее вот они согласуются и по согласованию мы понимаем к чему именно данное причастие относится. Опять-таки перед этим причастием нет артикля, но перегруппировать предложение что-нибудь типа «Проходя же у моря Галилейского, увидел как два брата забрасывают сеть в море». Ну, можно, наверное, но большой нужды нет. Вот даже несмотря на отсутствие артикля, причастие, которое согласуется не с подлежащими, а с другими членами предложения, имеют достаточно яркий, определительный оттенок, а не обстоятельственный. Поэтому можем нормально перевести причастием «Забрасывающих сесть в море». Шестое. «Кай эхонтай феронтэспрос аутун паралудикон айромэнон хупо тессагон». И приходят или идут феронтэспрос. Ферро, от глагола ферро причастие в данном случае видите «нт» суффикс и «с» окончание именительный падеж множественное число, артикля никакого нет, причастие согласуется с подлежащим предложением, лучше попробовать такую конструкцию перевести «гей-причастием», то есть обстоятельственным причастием. И они приходят неся к нему парализованного а теперь еще одно причастие «айромэнон» от глагола «айро» среднестрадательная форма видите суффикс «мен» и причастие «айромэнон» согласуется со словом «паралутикон» парализованного какого поднимаемого приговор к хупу с родительным падежом стандартная конструкция при страдательном залоге обозначающая действующее лицо поднимаемого кем четырьмя четырьмя а в целом у нас ну пока такой более-менее буквалистский перевод и они приходят неся к нему парализованного поднимаемого четырьмя тессарон да вот это четыре субстантивировано четырьмя людьми ну вот субстантивироваться как видите могут не только причастия но и числительные и какие-то другие части речи конечно для какой-то красоты можно перефразировать это предложение что-то и как-то может быть более благозвучно с точки зрения русского языка выразить мысль что вот вчетвером они несли парализованного ну перефразировать это второй этап если там вам нужна какая-то благозвучность вы вот какой-то такой перевод для других делаете это одно но первая наша задача понять на уровне понимания вот такого перевода вполне достаточно седьмое предложение хо эхонтас эндоласму кай терон аутас эки иноса истин хо агапонме хо де агапонме агапэ досэтай хо патру патросму кагу агапэ со аутон первонас причастие здесь эхон эхон видите кончинен характернейшее оно с артиклем оно кстати здесь ничто не определяет то есть оно так субстантивировано просто имеющий заповеди мои и терон соблюдающий их еще одно причастие имени для подержания основного числа у этих двух причастий один артикль на двоих видите хо эхон кай терон это достаточно распространенная конструкция в греческом языке и если у двух субстантивов подушевленных в единственном числе не являющихся именами собственными соединенных союзом кай один артикль на двоих то эти субстантивы указывают на одно и то же лицо то есть два обязательных требования имеющий заповеди мои и соблюдающий их то есть не отдельно для имеющего соблюдающего вот вот тот у кого две характеристики и вот это вот соединение двух характеристик оно подчеркивается в общем артикле и так имеющий заповеди мои и соблюдающий их тот есть любящий меня ну окей нос дальнее указательное местоимение и опять же указательная функция здесь может быть немного ослаблена поэтому вот можно попробовать перевести его ну вот формально тот теперь тот есть любящий меня любящий видите причастие с артиклем тоже субстантивированное он окончание так что вот он есть кто любящий субстантивированное меня ходы агапон еще раз то же самое причастие любящий меня ну депоспозиционный союз поэтому он вклинился вот между артиклем и причастием которое с этим артиклем связано любящий же меня агп тес и тай в будущее время страдательного залога видите агп основа альфа в эту удлинилась перед образующей тес образующая время будущего страдательного залога и окончание и тай хупо тупо трос хупо при страдательном залоге указывает действующее лицо будет возлюблен отцом моим и я возлюблю просто обычное будущее времени гпс видите сигму я возлюблю его целом имеющий заповеди мои и соблюдающий их тот есть любящий меня любящий же меня будет возлюблен отцом моим и я возлюблю его ну здесь конечно можно было бы чуть покрасивее перефразировать но пока первый год у нас важна формальная точность в наших переводах восьмое предложение идонтес Это причастие аорисное от харау. Настоящее время харау. Аорист эйдон. Но э потом мы убираем как перерощение. И остается только корень ид. Который, конечно, стоит запомнить. Потому что слово часто встречающееся. Но вот тут не совсем очевидная форма. С артиклем. Опять-таки, субстантивированное причастие. Как видите, это чрезвычайно распространенная конструкция. Увидевшие его. Увидевшие же его. По морю перепатунта. Перепатунта это причастие от перепатео. Перепатео. Эпсилон-слитный глагол. Поэтому эпсилон-сомиком здесь слилась и дала дифтон-ку. Если он вас чуть-чуть смущает. Ну, хорошо виден суффикс-энтэ. Окончание-а. Винительный падеж единственного числа. Причастие является определением к слову аутон. Его какого? Увидевшие же его по морю идущего. Эдуксан. Чуть-чуть на доксу, на доксалзу похоже, да? Но это аорист от дакео. Док, корень этого глагола, это ищение. Док и кэ и сэдалекси, доксан. Они подумали, что привидение он есть. Увидевшись же его по морю идущего, они подумали, что он привидение. Как-то так. Девятое предложение. Девятое. Девятое. Дехоманос. От глагола дехомай. Причастие. Настоящего времени. Суффикс-энтэ, среднестрадательный. Дехомай в действительном залоге не встречается. Принимаю. Ну, и вот это вот, может быть, само значение, близкое к среднему, связанное с увлеченностью, привело к тому, что и морфология у глагола такая, то есть действительного залога нет. С артиклем, видите. Субстантимированное причастие. Принимающий вас меня принимает. Здесь обычный глагол, видите, это причастие, отдыхомай, это обычная личная форма. И меня принимающий. Кстати, обратите внимание, мы это уже как-то и замечали, вот еще раз. Слово эмэ, дополнение причастия принимающей, оно вклинилось между причастием и артиклем. Видите, артикль, причастие, к которому этот артикль относится, и между артиклем и причастием могут вклиниваться, и часто вклиниваются, зависящие от причастия слова. Это такая обычная, типичная ситуация для греческого языка. Меня принимающий принимает апостеланта, пославшего меня. Апостеланта, это аорисное причастие от апостелло. Апостелло с двумя лямбдами корень в настоящем времени, в аорисе корень чуть-чуть поменялся. Во-первых, лямбда теперь одна, а не две, ну точнее лямбда две, вторая лямбда именно добавляется в настоящем времени. А во-вторых сте на дифтонг эй, эпсион на эй поменялась. Так что вот изменение корня помогает нам увидеть, что это не настоящее время. Прирощения, конечно же, никакого нет, так как это аорисное причастие. Так как глагол сонорный, лямбду можно тянуть, то седьмы нет, поэтому у нас в качестве образующей времени только альфа. Стандартный суффикс санта и окончание винительного единственного. Видите, еще и артикль подчеркивает, что это винительное единственное. Ну и о чем здесь речь идет, это дополнение глагола принимать. Принимает кого? Пославшего меня. Еще одно субстантированное причастие. Хо, де хоменос, принимающий пророка, во имя пророка, награду пророка, получит. Это будущее время от глагола ламбану. Ну да, вот ламб, ан добавляется суффикс в настоящем времени, ламб, ламб, у него основа, ламб, м, б, п, б, с, дали пси, поэтому вот, может быть, чуть-чуть, большие изменения чуть-чуть затрудняющие в узнавании, но все равно ламб, вот это б, где-то вот здесь скрытое, как-то, чуть-чуть, как-то, маленько помогает разобраться с формой, ну или просто, если эта форма для вас представляет проблему, заучите ее, получит. И принимающий праведника во имя праведника, награду праведника получит. Видишь, здесь вот хоменос, много раз, субстантивированное причастие принимающий, и вот пославший еще одно субстантивированное причастие. Принимающий вас, меня принимает, и меня принимающий принимает, пославший меня, принимающий пророка во имя пророка, награду пророка получит, и принимающий праведника во имя праведника, награду праведника получит. Десятое предложение. Когда же поверили, когда же поверили Филиппу? Теперь благовествующему. Опять-таки, хотя причастие благовествующей служит определению к Филиппу, здесь никакого артикля нет. Если бы следовать совету Маунса из первого предложения, помните, он советовал в предложении всё трансформировать, когда поверили, что Филипп благовествует. В общем, больше проблем, чем пользы, создаёт этот совет Маунса. Нет, ну нет, уж примите, что время от времени, даже если причастие более-менее определительное и переводится на русский причастием, вот в этом артикле может пропадать. Для прилагательного так не бывает, то есть в случае прилагательных тут всё вполне последовательно, и артикли аккуратно ставятся. В случае причастий, даже если вот к слову с артиктом оно служит определением, артикта может и не быть. Итак, вот причастие благовествующему Филиппу какому? Видите, согласуется со словом Филипп, дательный падеж. Единственное число, мен-суффикс, среднестрадательный, но, в данном случае, залог нестрадательный, а средний. Он юридзо, глагол, в принципе, может употребляться и в действительном залоге, не обязательно только в среднем, но чаще всего в Новом Завете он встречается в среднем залоге. С чем это связано? Помните смысл среднего залога, некая вовлечённость подлежащего, и, ну, а уж когда человек рассказывает благою весть, то и вовлечённость и заинтересованность, она вполне налицо, как бы должна быть, и поэтому, вот, естественно, когда благовестие описывать с помощью среднего залога. Более того, в греческом языке речевые акты, ну, то есть, он связан с говорением, тоже очень часто описываются глаголами среднего залога, так что и из-за смысла благовестия с вовлечённостью, из-за того, что это речевой акт, глагол «хоккей» может употребляться в действительном залоге, чаще всего встречается в среднем. Но, ну, вот это вот всё рассуждение, помогающее нам понять формулу, а что касается русского перевода, всё равно у нас тут особого выбора нет, мы просто переводим причастием действительного залога Филипп какой благовествующий. Когда же поверили Филиппу благосветствующему о царстве Бога, Божьем, и имени Иисуса Христа, это имперфект, страдательного залога от баптидзо. Ну, видите, баптидзо. Основа точно такая же, как в настоящем времени. То есть никаких изменений не произошло. Приращение. Основа настоящего времени. И он то, вторичное окончание среднестрадательного залога. Вот. Креститесь. Ну, были крещаемы, да, если вот какую-то большую страдательность хотите перенадить, но крестились вполне все равно передает нормально эту идею. Особенно, если мы понимаем, что такое крещение. Крестились. И мужчины. Т, я напоминаю, поспозиционный союз. Поэтому, когда переводите в союз Т, он должен быть перенесен в начало, как бы перескочил, как поспозиционный, через слово. А мы теперь его возвращаем в начало. И мужчины, и женщины. Знаешь, что, когда же поверили Филиппу, в благовествующем Отцовстве Божьем и имени Иисуса Христа, крестились и мужчины, и женщины. Одиннадцатое предложение. Сочиненное предложение. И мне почему-то кажется, что ему трудновато было перевести. Во-первых, тут очень важно будет оценивать, смотреть на согласование, чтобы разобраться, что же там что определяет. Ну, давайте по порядку. Хорхепта. Семеро. В данном случае у нас числительное субстантивируется. Вот просто семеро. И тут у нас подлежащее предложение. Теперь. Хорхеперетез ген пареонтез. Пареонтез – это причастие от глагола пареомай. Видите, тэ – характернейший суффикс для страдательного залога. Ума в форме действительного залога никогда не встречается. И в аоресте тоже он не встречается в форме действительного залога. Он встречается только в страдательной форме. Ну, вот переводится «ходить». И в настоящем времени, в аоресте, в данном случае это причастие, тэ – суффикс страдательного причастия, тэ – страдательный суффикс, но и эс. И у нас здесь, видите, артикль, причастие, к которому он относится, и зависящее от этого артикля слова. «Семеро», «ходящие вокруг земли». Ну, это сохраняя порядок слов. «Семеро», «вокруг земли», там, «ходящие», «ходившие», «по с химерос» «многие дни», «эпектан тэсан». Это от глагола «апоктайно». И это аорис, видите, «ап» – приставка, «э». Вращение «ктан». Ну, «ктан», «ктайн» – корень с небольшой вариацией. Тэ – аорисный суффикс страдательного залога. Поэтому вот, как убивать, были убиты в Эн-Мегала-Пури большим огнём Эхоменой. Обратите внимание на то, что это множественное число, именительный падеж, согласуется с подлежащим, «нет артикля» – это обстоятельственное причастие. «Сходя». А многие здесь делают ошибку, да, вот, и «огнём сходящим» переводят. Ну, да, видите, огонь тут рядышком, а тут причастие какое-то, и хочется перевести вот причастие, как относящееся к огнём. Нет, оно не согласуется с огнём. Огонь – вообще дательный падеж, единственное число. А здесь именительный падеж, множественное число, оно согласуется вот с этими семерми, мирыми, и, как согласующиеся с подлежащим, естественно, переводится «дея причастия». Так что «сходя», «апутен ураном» с неба просто к домам их. А ну, давайте все вместе. Семеро, «вокруг земли, ходящие многие дни, были убиты большим огнём, сходя с неба, с небес». Ну, да, не было множественное число, если бы я с неба перевёл в небес, а в небес множественное число, к домам их. Ну, скорее всего, речь идёт о крушении шаттла «Вирджиния» в 2003 году, когда семь астронавтов погибли, вот как раз возвращаясь после полёта на Землю. Так что вот какие-то современные, ну, трагическое событие здесь мало, скорее всего, описывает, но вот так вот, чтобы разобраться в этом, надо аккуратно перевести. Семеро вокруг земли, ходившие многие дни, были убиты большим огнём, сходя, не ошибитесь, с небес к домам их. Двенадцатый. «Хой фагонтес тэ кай пионтес метату курио аутон, а зонтус элхаресан идонтес тон эгертента эк тон декрон». Т-поспозиционный союз. Не забывайте, его сейчас сначала перенесём. Теперь. «Хой фагонтес» «Орестное причастие от глагола «эстё». У него это глагол с несколькими корнями. «Эстё» в настоящем времени и корень «факт» в будущем, «аорест» и так далее. Поэтому вот по изменённому корню мы понимаем, что это оорестное причастие. Ну, «т» суффикс, множественное число, причастие у нас субстантивированное, и «евшее», и «пившее» от «пино», тоже оорестное причастие, «пин» не в настоящем времени добавляется, в оорест её нет. «Пившее» «пившее» с «господом их» «зонтус». «Зонтус» от глагола «зао» причастие, и тоже суффикс «энтэ», «ос» окончания родительного падежа единственного числа. И в родительном падеже единственном числе у нас слово «тукурю», «господь». Поэтому это причастие служит определением в слову «курио», «с господом их» «живым», «живущим», «живым». Вообще, когда нужно выразить идею «живой» в Новом Завете, то всегда причастие из глагола «зао» используется. И вот «вода живая», помните, мы в лекциях упоминали, это можно, конечно, перевести «вода живущая» с «господом живущим», но немного странновато это звучит, «господом живым» чуть более естественно, но если хотите и живущим можете оставить. «Харасан», «Обрадовались», «Идонтес», «Ид корень», там вот уже вам должен стать знакомый, это «Адхарау», «Аорисный корень», в данном случае причастный без превращения, не «Эйдон», а «Ид» просто остаётся, причастие согласуется с подлежащим, именительный падеж, множественное число, без артика переводим где причастие, «Увидев», «Тон Эгертента», ещё одно причастие от глагола «Эгейро», но «Эгер» в «Аорисе» у него корень, «Т», типичные показатели страдательного залога «Оориса» для причастия, «НТ» причастный суффикс, поэтому «Воскрешённого», увидев кого «Воскрешённого», «Эгейро» может ещё иметь значение «Воскрешённый» и «Воскреший», ну пусть «Воскрешённого» ставим страдательный залог из мёртвых. Собираемся вместе «И евшие» «И пившие» «И пившие» с Господом их живым обрадовались, увидев воскрешшего из мёртвых». Ну, тоже сочинённое предложение. Тринадцатое. «Кай эгалесен адамто онаматес гунайкос ауту зоэ хоти аутэ мэтэр пантон тэн зонтон». «И нарёк адам имя жене своей» от глагола «калео» обычный аорист «э» превращение «кале» с суффикс «калео» поэтому назвал «Нарёк адам имя жене своей жизни Зоя Зоя жену Адама звали Зоя по-еврейски Ева по-гречески Зоя и нарёк адам имя жене своей жизни потому что она мать всех тон зонтон еще раз у нас причастие от прогулок зала ведь мы его обсуждали в данном случае у нас правда родительная падеж множественного числа НТ и вы видите характернейшее окончание он после НТ для родительного множественного она мать всех живущих 14 он сказал ему двоеточие начинается прямая речь ты есть муж теперь лауэсас причастие от глагола лауэо аорисное причастие видите вот это сас характерное для аориста именительного падежа единственного числа но здесь это вот видите как определение к слову что ты есть муж какой говоривший с женщиной с женой это есть мужчина муж надо не ту ассоциацию создает ты мужчина говоривший с женщиной вопрос и сказал ангел я в данном случае вот видите априэгения к слову анаэх муж мужчина пятнадцатая кай эйпенхо атерос то норэкай то есть рёс ауту мет ауту лэгон эго иду анистами тэн диатэкэнму хюмин кай тэ спирмате хюмон мет хумас кай паса пшюхэ тэ зоса мет хюмон апо орнеон кай апо тэнтон хоса мет хюмон ап пантэстен экселтонтон эктэс кибатон кибатун пятнадцатая итак и сказал бог ною и сыновьям его с ним говоря ну говоря это причастие от богового лэгг видите окончание он ну сказал говоря типичнейший для особенно для ветхого завета оборот ну вот причастие вот это говоря оно как раз подчеркивало начало прямой речи вот особенно в еврейском языке сказал говоря и после этого причастия говоря начинается речь тут вот немного странный порядок слов я вот установил ну наверное и думал бы поставили начало вот я установил а здесь эго в начале эго и так эмфатическое потому что анистами это уже значит я установил а тут еще эго а тут еще выйдет вот как бы порядок слов странный обычно предложение с иду вот начинается тут еще я поэтому на я особое ударение падает вот я установил завет мой с вами ну завет заключается с кем-то поэтому завет вам был бы довольно странный перевод завет с кем-то поэтому завет мой с вами и семнем вашим с вами и всякой душой тен зосе наконец мы добрались до причастия это причастие еще одно глагол зао мы их уже несколько словами встретили но в данном случае это причастие женского рода дателем падежа единственного числа там помните в женском роде у вас са сэ 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 и так далее вот это са суффикс причастие женского рода вообще причастие женского рода гораздо гораздо реже встречаются чем причастие мужского рода поэтому вот суффикс нт я думаю вам уже хорошо запомнился а вот причастность женский суффикс не очень но вот вы с ним иногда будете сталкиваться запомните будьте внимательны это определение к слову душа душой какой живой эти все х т ж опять же вот это е живой выражено с помощью причастия с вами от птиц и от животных как бы начиная с птиц и животных все что с вами от всех экс экс л тон тон это причастие от экс эрхомай элт корень аорисный для эрхомай видите эпсил не это потому что приращения нет ну еще нт суффикс причастный хорошо виден и здесь родительный поддерж множественное число от всех вышедших из кибату ковчега ну понятно что вот это мэт маски из вас да вот с вами какой-то текст делает несколько тяжеловесным при дословном переводе но все равно первый шаг дословный перевод потом же текст будете причёсывать и сказал бог ною и сыновьям вот с ним говоря вот я установил завет мой с вами и семенем вашим с вами и со всей всякой душой живою с вами от птиц и животных все которые с вами от всех вышедших из ковчега шестнадцатая эй ун химэйз понерой онтэс ойдэте домота агата видонай тоис техноис хэмон посумавон хо патэр хэмон хоэн тоис ураноис досэй агата тоис айтусин аутон и так если вы злыми будучи онтэс это причастие от глагола эйми именительный падеж множественное число причастие это эйми они очень характерно выглядят вы смотрите выглядит как будто бы соединительное гласное суффикс и падежное окончание то есть то на что бы оканчивалось причастие от другого глагола так вот и выглядит причастие от глагола эйми без артикля согласуется с подлежащим поэтому мы переводим дейпричастие будучи итак если вы злыми будучи знаете дары добрые давай детям вашим ну здесь напрашивается слово как для благозвучия знаете как дары дояднее добрые давать детям вашим насколько больше отец ваш который в небесах здесь артикль перед предложенным словосочетанием перевели слов который ну такой обычнейший перевод мы постоянно так делаем отец ваш который в небесах даст агата благо и вот здесь будьте внимательны айтуси это причастие от глагола айтео почему будьте внимательны потому что это очень очень похоже на форму третьего лица множественного числа личного глагола которое тоже было бы айтуси почему мы понимаем что это причастие ну во первых по артиклю видите с артиклем стоит дательного падежа множественного числа а во вторых по контексту личный глагол здесь никакого смысла не имел почему такая форма потому что окончательно не дательного падежа множественного числа син съедает суффикс нт ну сигма съедает и н и т поэтому айтун д син превращается просто в айту син а когда мы обсуждали форму причастия мы на эту вот аномалию внимание обращали вот здесь это еще один случай на который стоит посмотреть просящим кому даст просящим субстантивированное причастие его и так если вы будучи злые знаете в скобочках как даяние добрые давать детям вашим насколько больше отец ваш который в небесах даст благо спасящему его 17 хой аунтен эхоманос эпанун пантон эстин хо он эктез гэс эктез гэс эстин кай эктез гэс лалей эхоманос причастие от эхомаи ну конечно форма аетамнома и здесь суффикс эмэн цены страдательные ну в общем приходящий артикль причастие зависимое слово свыше вклинилось между артиклем и причастием свыше приходящий причастие субстантивированное оно подлежащее предложение выше всех есть хо он он это причастие от глагола эйми видите мы с вами уже говорили да причастие от эйми выглядит просто как вот этот весь этот комплекс соединительное гласное суффикс плюс окончание но в именительном подиже единственном числе у нас остается рекон это он мы здесь и видим опять же с артиклем тоже субстантивированное причастие именно причастие от глагола быть в русском языке образовать сложновато у нас просто нет формы быствующий или что-то в этом роде и в таких случаях часто пользуются славянской старой формы сущий от земли ну или если вы не хотите пользоваться формой сущий то можно причастие преобразовать в предадочное предложение тот который от земли от земли есть и от земли говорит в целом свыше приходящий выше всех есть тот который от земли от земли есть от земли говорит 18. Кай хой драматес, хой ап Иерусалумен катабантес, элегон хоти билзбул эхэй, кай хоти экто ахоти тон даймонион экбалэй ца даймоня. 18. Книжники, теперь смотрите, хой катабантес, опять же артикль, причастие, а между ними зависимые слова. 18. Катабайно, глагол есть, такой спускаться, в данном случае видите байн ин окончание только в настоящем времени, а корень у этого глагола просто ба. 18. Это аорист, видите корень ба аористный, это довольно редкое явление, так называемое корневое аорист, то есть он не имеет соединительных гласных, у него сразу все присоединяется к корню, поэтому корень ба и сразу причастный суффикс этэ. 18. Именительный падеж, множественное число, согласуется с книжниками, артикль тоже есть. 18. Книжники какие? Из Иерусалима спустившиеся. 18. Элегон, говорите, имперфект от Лего, аорист от Лего Эйпон, а имперфект, вот с таким же корнем, что и в настоящее время, Элегон, говорили, что Вильзевула он имеет, и что начальником бесов изгоняет бесов. 18. Ну, к балуе изгонять. 18. Слово Ахонти довольно интересное, Ахон словарная форма, а начальник, но Ахонт основа этого слова, чем она интересна, вообще Ахон это существительное, начальник, но если мы присмотримся к этому существительному, смотрите, 18. Очень напоминает причастие от глагола АХО. 18. Видите, Ах основа, ОС одинногласная, НТ причастный суффикс, ну и И, окончательное, не дательного падежа. 18. Так что, вот, это можно было бы рассмотреть и как причастие от глагола АХО начальство, начальствующим над демонами, а над бесами изгоняет бесов. 18. Но это как раз и показывает нам, как вот происходит субстантивация, да, начальствующий превратился в начальника, и уже это слово начинает восприниматься как существительное, и слова его дают АХОН форму АХОН, АХОН ТОС и так далее, именно как форму существительного. 18. Поэтому вот причастие иногда могут, при частой субстантивации, начальствующий, да, вот часто слово субстантивировалось и фактически перешло в другой глаз, стало обозначать, стало играть роль существительного всегда. 18. Поэтому здесь уже существительным переводим. Ну, в целом, и книжники из Иерусалима, спустившись, говорили, что изъявула имеет, и что начальником бесов изгоняет бесов. 19. Эпен аутре хо Иисус. Эго имее хе Анастасис, кай хе Зоэ. Хо пистеон эйс эмэ кан апо танэ дзесэтай. 19. Кай пас хо зон, кай пистеон эйс эмэ умэ апо танэ эйс тон Айона, пистеуээ бестудо, лэгээлто даи куриэ. 19. Эго пистеука ход исуэ эй хо Христос, хо хеуэстутил, хо эйс тон космос эхоменус. Длинное предложение. Длинное предложение. Длинное предложение. Оживет и всякий живущий, живой, живущий, настоящее причастие настоящего времени от глагола «зао». Видите, вот это характернейшее «он», опять же, субстантивированное причастие с артиклем. И всякий живущий и верующий, уже видели раз, в меня не умрет вовек. Так, умэ – это категорическое отрицание в греческом языке. Две отрицательные частицы вместе дают очень сильное отрицание. Вот точно не умрет, да? Вот не точно, не умрет вовек. Вообще, во многих вот таких сатериологически значимых текстах, вот это двойное отрицание используется, потому что, ну, тексты действительно очень важны для нас, и категоричность заявления, она ободряет. «Веришь этому?» – вопрос. Она говорит ему. Ну, лагай – она, почему мы понимаем, что вот ей, да, женский род, поэтому по контексту мы понимаем. Она говорит ему. Да, Господи. Ну, это помните, когда Иисус после смерти Лазаря пришел, вот разговор при могиле. «Да, Господи, я, пистеука, уверовала, перфект от пистеу, видите, пе – утвоение, пистеука, перфектный суффикс, я, онфатическое, я уверовала, что ты есть Христос, Сыд Божий». Теперь видите артикль, некоторые зависимые от причастия слова, само причастие – «эхомонос». Вот «эхомай» – причастие «в мир приходящий», ну, грядущий, если так вам больше нравится. В целом, сказал ли Иисус, «Я, есть воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если умрет, живет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Веришь этому?» Она говорит ему, «Да, Господи, я уверовала, что ты Христос, Сын Божий, в мир приходящий». Ну, и последнее предложение, оно довольно длинное, кстати, отсадите, да, вот, ни одной подсказки, да, вот, такой достаточно большой блок текста, довольно длинный блок текста, но все слова, все конструкции со всеми в состоянии разобраться без дополнительных подсказок, что показывает, что, в общем, квалификация ваша растет, и возможности ваши уже не так и малы. Давайте по порции. «Тимон» от глагола «тимао» почитать, при части, видите, окончание «он». И сам глагол, видите, «тима», это альфа-слитный глагол, поэтому, когда «эй» слилась с альфой, осталась альфа, и «йота» подписалась. При причастии отрицательная частица «мэ», при личном глаголе отрицательная частица «у». «Непочитающий сына» не почитает отца, пославшего его. «Пемпсанта», ауристное причастие от «пемпа», мы уже с вами сегодня обсуждали, видите, отца какого, пославшего. «Пемпсанта», винильный падеж, единственное число, да, отца «тон патера», «тон пемпсанта», согласуется. «Пс», «са», вот здесь образующее время скрытое, «тэ» и так далее, отца какого, пославшего его. «Амен, амен, вегу хмин, хоть и хоть тон логон мо окулон, кай пистылун, то пемпсанта мэ, эхэй зоэн айониун, кай эйс крисин уг эхэзай, ала мета бэвэкэн, экту танато эйс тэн зэн». «Истина, истина», я говорю вам, что артикль, зависимые слова, причастие. «Акуон», причастие от «аку», «слушающий». «Слова мои, слушающий» и «верующий», «пославшему меня», «пемпсанты», видите, еще раз, тоже причастие от «пемпо», тоже «орисное», только здесь был видникный падеж, единственное число, здесь дательный падеж, единственное число, причастие, собственно, веровное, там был отец пославший, а здесь просто верующий кому? «Пославшему». Слово «отец» уже больше не употребляется. «Верующий пославшему меня» имеет жизнь вечную и в суд, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. «Мета-ббкен» — это перфект от глагола «метабайно». У него корень «ба», мы с вами обсуждали этот корень сегодня, и в данном случае у нас, ну, «метабайно» переходить, «перфект», видите, «б», «б» удвоилась, и все добавилось «ба», ну, перед образующим временем «альфа-бета» удлинилось, поэтому от «мета-байно» только в настоящем времени есть, образовался вот такой вот перфект. «Мета-ббкен» — образующая перфекта стандартная, «перешел от смерти в жизнь». «Истина, истина, говорю вам, что приходит час, и ныне есть, когда, хоть и не путайте, когда мертвые услышат, в будущее время такову, видите, это сигма, услышат голос Сына Божьего и Аку-сантес. Причастие от Аку, Аорисна, видите, Аку, Са, образующая времени, НТ, С. Сортифля, собственно, тебе его на причастие, и услышавшие засусит. Будущее время от Заву оживут. А в целом у нас получается, не почитающий Сына, не почитает Отца, пославшего Его. «Истина, истина, говорю вам, что Слово Мое, слушающий и верующий, пославшему Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Истина, истина, говорю вам, что приходит счастье на ней есть, когда мертвые услышат голос Сына Божьего и услышавшие оживут». Вот такое вот предложение с кучей причастий, это перфект, в общем, множество разных форм, но вы уже подобного рода тексты можете переводить, так что поздравляю. На протяжении всего выполнения домашнего задания мы переводили причастие причастиями, за исключением тех случаев, когда причастие было без артикля, и согласовываются с подлежащим университетом, переводили идеей причастия. Ну и вот еще, если сущие кому-то не нравятся, да, вот там предоточное предложение сделали. И в целом все довольно нормально звучало. Главное, следите за согласованием. Вот в каких-то сложных и незнакомых текстах, да, вот как в этом случае, семь раз вокруг Земли, ходившие многие дни, были убиты большим огнем, сходя, вот чтобы вы увидели, что это про семерых с небес, домам своим, вот-вот-вот-вот, иногда не заметив согласования, просто многие здесь ошибаются, что попало в переводе дела, а если вы хорошо отслеживаете согласование, то в целом у вас получается вполне нормальный, привлеченный перевод. Ну что ж, причастие, конечно, не самая легкая форма в греческом языке, но тренируясь вы ее основу освоите благословение.